Северный Сахалин Вопросы и ответы в районном дворце культуры состоялась очередная встреча главы городского обруга Ахинский с населением, с участием членов правительства Сахалинской области. Учеников пятой школы в Ахе переведут в первую смену, но не всех, большинство учащихся во второй четверти будут получать знания вечером. Два юбилея с разницей в 20 лет. 90-летие отметила Ахинская центральная библиотека и 70-летие исполнилось детской центральной библиотеке. Ахинская полиция отметила день сотрудников органов внутренних дел. Торжественные мероприятия состоялись в отделе накануне профессионального праздника. Сейчас об этом и многом другом более подробно. Вечер в темноте. Вчера в 17.20 на Ахинской ТЭЦ произошло аварийное отключение энергетического оборудования. Весь район остался без света. Помимо этого в квартиры прекратилась подача воды, снизилась температура теплоносителя. Водоснабжение восстановили достаточно быстро. На водонасос на озеро Медвежье установлен индивидуальный источник энергоснабжения. Также он работал и на подкачивающей станции. Кроме того, свои генераторы есть на котельных в селах. Сельчане без тепла не остались. В течение нескольких часов на Ахинской ТЭЦ велись аварийно-восстановительные работы. Для контроля над обстановкой МЧС России по Сахаринской области работал оперативный штаб. Уже около 20 часов по отдельным кварталам началось подключение электроэнергии. К 23 часам электроснабжение в районе было восстановлено полностью. О подробностях и о причинах аварии мы расскажем в ближайших выпусках. В пятницу 8 октября в Большом зале районного дворца культуры состоялась встреча главы городского округа Сергея Николаевича Гусева с населением. На встрече присутствовали член Совета Федерации Григорий Карасин и заместитель председателя правительства Сахаринской области Сергей Байдаков и другие члены правительства региона. В этот раз ахинцы активно обращались к власти за помощью, озвучивали самые наболевшие вопросы. Общение вышло бурным. Телеверсию встречи смотрите в следующем выпуске нашей программы. Учеников пятой школы, где сейчас ведутся ремонтные работы, переведут в первую смену. Данное решение было принято при содействии зампреда областного правительства Сергея Байдакова на следующий день после получения соответствующего обращения на встрече с населением. Накануне заместитель председателя провел рабочую встречу с жителями Ахи. Посещать занятия утром смогут учащиеся первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов пятой школы со вторника, 12 ноября. Также для старшеклассников организуют автобусы до нового учебного заведения и обратно. Для остальных классов занятия будут проводиться во вторую смену. Ранее из-за затянувшегося капитального ремонта в школе номер пять учащихся распределили в другие учебные заведения, в которых детям предстояло учиться во вторую смену. Несмотря на то, что перевод учеников является временной мерой, новый график вызывает серьезное возмущение среди родителей. Сейчас ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области. Ожидалось, что ремонт завершится до конца октября, однако сейчас строители установили новый срок – 1 декабря. Власти направили в прокуратуру запрос на соответствие производимых в школе действий и букве закона. В Сахалинской области вновь выросли цены на топливо, что вызвало шквал возмущения жителей региона. Не устраивает данные обстоятельства и губернатора области Валерия Лимаренко. Цитата. «Вторую неделю сахалинцы активно говорят о ценах на топливо, и тут действительно есть что обсудить. В Южно-Сахалинске литр 92-го в среднем стоит 44,75, во Владивостоке 41,50, в Москве 42,30, а в Ахе, нефтяной столице 49,35, и это очень дорого. Такие цены для нашего острова – большая несправедливость. Я знаю об этой проблеме. Если бы у меня было право решить этот вопрос немедленно, я бы его решил. Но у меня этого права нет, поэтому мы продолжим борьбу с теми, кто это право имеет. На это может уйти несколько месяцев и год, но это наша совместная борьба. Мы ее возглавим и будем биться до тех пор, пока эту проблему не решим. В то же время вместе с коллегами думаем о том, как стать менее зависимыми от цен на нефтепродукты. Именно поэтому всерьез рассматриваем возможность перевести островной транспорт на газ. Готовим встречу с представителями бизнеса, заинтересованными в том, чтобы привозить машины и автобусы, устанавливая здесь газозаправочные станции. Думаю, что в итоге бензиновую монополию нам удастся, если не победить, то существенно разбавить. Конец цитаты. Ахинская центральная библиотека отметила 90-летний юбилей, а детская центральная библиотека отпраздновала 70. Сегодня эти учреждения не только книгохранилище. Здесь проводятся десятки мероприятий по самым различным направлениям. 90 лет в этом году отмечает Ахинская центральная библиотека и 70 лет исполняется детской центральной библиотеке. Сюда ходят все поколения, от дошкольников до пенсионеров. И каждый найдет здесь любую необходимую информацию. Юбилей – это не просто дата. Работники библиотек все эти годы надежно и преданно служили читателю. Открывая для них дорогу в мир знаний и мудрости высокой культуры. Ваша работа – это образец искреннего служения идеалов, добра, эмбонизма и просвещения. Бегут века, тысячелетия, спешат чередовы поколения. Ничто не вечно в этом свете, лишь книга, вечное творение. В ней все. От скального рисунка до необъятности вселенной. От первобытной первой думки до пушкинской страху не трену. Ее величие не порушишь, оно в веках лишь возрастает. И славен тот, кто с книгой дружит, кто книгу людям открывает. Сегодня Ахинская центральная библиотека возглавляет централизованную библиотечную систему. Здесь трудится творческий коллектив из 29 библиотечных работников. Я от души вас поздравляю с этим праздником, желаю вам всем творческих успехов, новых идей, желаю вам здоровья, семейного благополучия. И так я понимаю, что мы, наверное, будем одним из учреждений, которые будут отмечать и столетний юбилей. Нас не так много оказывается старожилов. У Ахинской центральной библиотеки много друзей и партнеров. Многолетнее сотрудничество связывает учреждения с Ахинским краеведческим музеем, с журналистами района, многими предприятиями и организациями. Хранители изданий старых и современных умных книг сегодня праздник отмечают. Всех поздравляем в этот миг. Желаем счастья вам, успеха, любить работу, быть в строю и звание библиотекой вам пронести через жизнь свою. Пусть спешат к вам непременно читатели всех возрастов. Пусть ценят вас и уважают прекрасных книжных знатоков. Возраст почтенный, но душой здесь все молоды. Я желаю здоровья, бодрости духа и тот запал знаний, который они здесь сосредоточили в библиотеке. Потому что, кстати, Сахалинский нефтяни тоже конвенция благами библиотеки. И при всем том, что мы газета, которая должна иметь и имеет архив Сахалинской нефтяники, мы часто приходим сюда и работаем с архивом, который здесь есть. Поэтому пускай ваши фонды приумножаются, пускай богатеют, пускай у вас расширяется и площадь, и количество читателей пускай приумножается. Ну а вам только желаю здоровья и подсветания. В стенах этого зала уже прошли две моих фотовыставки, чему я очень рада. Я благодарна за это представленное помещение. И что хотелось бы сказать, и это очень меня радует, что библиотека не осталась закрытой где-то сбоку нашей жизни. Мы сюда приходим не только книги почитать, но мы приходим сюда воспользоваться и благами цивилизации. Здесь проходят мероприятия для различных клубов. И я желаю вам от всей души продолжать свою деятельность, идти в ногу со временем. И я желаю еще больше вам читателей и любителей книг. Несмотря на то, что 21 век – век цифровых технологий, бумажные издания продолжают выходить многомиллионными тиражами и находят своих читателей. 10 ноября полиция отмечала профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. Накануне в актовом зале Ахинского отдела внутренних дел состоялось торжественное собрание. Подробности в нашем репортаже. День сотрудника органов внутренних дел люди в форме отметили 10 ноября. А накануне торжественное собрание состоялось в Ахинском отделе внутренних дел. Сотрудники принимали поздравления и слова благодарности за свой нелегкий труд. Работники ОВД ежедневно решают задачи по защите государства и общества от преступных посягательств. Дорогие наши коллеги, хочу пожелать вам крепкого здоровья, очень крепких нервов в наше непростое время. Вам всем семейного благополучия. А те, кто еще семьями не обзавелись, прям хотите приказного порядка в этом году, в следующем году, чтобы были уже все женаты, замужем. Наша семья это прекрасно. Когда дома у вас все хорошо, поверьте, у вас на работе будет еще лучше. Каждому из вас я желаю при заступлении на службу, чтобы домой возвращались всегда живыми и здоровыми. Обязательно. Не стыдитесь нашей профессии. Не хочу далеко заходить в эту тему, но мы – это те, тот первый рубеж, к которому всегда отвращается народ. Всегда мы первые. И поэтому от нас зависит как спокойствие в городе, так и спокойствие и в стране в целом. Полицейские круглосуточно стоят на защите прав и свобод наших граждан. День сотрудника органов внутренних дел – праздник многих. Его отмечают все, кто является служащим Министерства внутренних дел, вне зависимости от звания, должности и выслуги лет. Сотрудники оперативно-розыскных, следственных подразделений, участковые, патрульные, ветераны МВД и, конечно, их родственники, друзья, близкие люди. Вы выбрали профессию опасную, но очень благородную. Вы являетесь гарантом безопасности общества, законности в нашем государстве, в нашем районе. И, как говорил мой заместитель, ваш коллега, что бывших не бывает. Вы являетесь пузницей кадров, которые продолжают работать на благо района. Именно полицейские обеспечивают спокойную жизнь в обществе. Страх перед наказанием держит в рамках тех, кто может приступить закон. А тот, кто все-таки совершил преступление, обязательно понесет наказание. Сотрудники правоохранительных органов ежедневно рискуют с собой, ведя борьбу с криминалом. Общество гордится вами. Вы приносите в жизнь спокойствие, уверенность в будущем. Вы в любую минуту готовы идти на помощь, отстоять справедливость и закон. Отдельная благодарность нашим ветеранам. Многие из них до сих пор остаются в строю, делясь своим огромным опытом с молодежью, обучая их тонкостям и легкой службе. Позвольте пожелать вам оптимизма, семейного благополучия, успехов в непростом, но таком нужном труде на благо нашего народа. Ко дню сотрудника органов внутренних дел многим работникам ахинских правоохранительных органов были вручены заслуженные награды, почетные грамоты и благодарности. Ахинский дом детства и юношества. Юношество в этом году отмечает 55-летний юбилей. Сегодня значимость дополнительного образования нельзя недооценивать. Сотни детей здесь занимаются внеурочной деятельностью, общаются, познают, формируют личностные и лидерские качества, учатся ставить перед собой цель и стремиться к ее достижению, оценивать свои силы и самосовершенствоваться. Торжественное мероприятие к юбилею дома детства и юношества состоится 15 ноября в 17 часов в районном дворце культуры. Администрация учреждения приглашает воспитанников, выпускников, родителей и всех желающих на праздничный вечер. Видеозарисовку об этом учреждении смотрите сразу после выпуска новостей. Осторожно открытый колодец. Не часто, но случается, что на улице города встречаются незакрытые канализационные люки. Ахинская городская прокуратура провела проверку по соблюдению правил эксплуатации систем коммунального хозяйства. Канализационные колодцы – неотъемлемая часть любого города. И если они не повреждены и закрыты, то совершенно не привлекают внимание людей. Но бывает, что на дорогах, переулках, улицах и во дворах встречаются открытые канализационные люки, которые могут стать опасной ловушкой для прохожих и автомобилистов. Большинство ахинцев при обнаружении открытого люка сообщают о нем в коммунальной организации или самостоятельно возвращают крышку на место, если она рядом. Также состояние систем и сооружений коммунального хозяйства проверяют сотрудники прокуратуры. Ахинской городской прокуратурой проведена проверка правил эксплуатации системы сооружений жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проведенной проверки установлено, что более чем у 10 смотровых колодцев и тепловых камер, находящихся на обслуживании у муниципального предприятия, отсутствуют, либо находятся в неуверительном состоянии крышки люков. В большинстве открытые люки обнаруживали вблизи многоквартирных домов, либо детских игровых площадок. С целью устранения выявленных нарушений городским прокурором, руководителем муниципального предприятия, внесено представление, по результатам рассмотрения которых переняты незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений, а также два должностных лица, ответственных за соблюдение указанного законодательства и правил эксплуатации указанных объектов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что за ненадлежащее содержание и обслуживание системы сооружений коммунального хозяйства, в результате чего могут пострадать люди, предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная, если повлекли за собой тяжелые последствия. Кроме того, сотрудниками городской прокуратуры на одной из центральных улиц города был обнаружен смотровой колодец, у которого также отсутствовала крышка люка, однако собственника его установить не предсталось возможным. В связи с чем главе муниципального образования городской прокурором направлено информационное письмо, по результатам рассмотрения которого органы местного управления незамедлительно приняты меры по устранению потенциальной угрозы жизни и здоровья граждан. Если вы обнаружили открытый люк, не проходите мимо. Сообщите о нем в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 5-01-41. Специалисты определят, какая организация обслуживает данное сооружение и примут меры к устранению проблемы. 5 ноября в Ахе загорелся пассажирский автобус. В 13.02 диспетчеру Ахинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса «Роснефти» на улице Карла Маркса напротив роддома. Уже через 2 минуты первый пожарный расчет прибыл на место происшествия. Горела кабина транспортного средства. На момент возгорания людей в автобусе не было. Возгорание было локализовано в 13.04, а в 13.08 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Жители дома 44-1 по улице Ленина обращаются в телекомпанию за содействием. В этом году в этом доме по программе капитального ремонта обновляется фасад. Работы начались еще с лета, сейчас подходят к концу. Жители готовы еще немного потерпеть неудобства, связанные с ремонтом. Но наступившие холода, мороз и выпавший снег привели к ухудшению некоторых условий. До того, что они могут быть опасны для жизни. В частности, небезопасен вход в подъезд. Деревянные подмозки очень быстро обледеневают и покрываются снегом. Как объяснили корреспондентам данные деревянные подмозки, временная мера. У этого дома восстанавливают ступени, бетонируют крыльцо, после чего накрывают, чтобы все застыло. Регулярно деревянный путь очищают от наледей снега. После нашего звонка управляющая компания обязалась обезопасить эту временную конструкцию и сделать ее более комфортной для жильцов. А в скором времени вход в подъезд станет, как и прежде, даже лучше. В Казани с 22 по 26 ноября состоится финал национальной премии «Студент года-2019». Сахалинскую область на нем будет представлять ахинец Егор Шиховцов, студент ахинского филиала Сахалинского государственного университета. Молодой человек, активный участник мероприятий местного, областного и всероссийского уровней. Егор представит регион в номинации «Общественник года». Всего в финале примут участие 400 лауреатов заочного этапа из 49 регионов России. Три первых места, одно второе и два третьих – результат выступления ахинского оркестра «Импульс» на международном конкурсе «Звуки и краски столицы». О поездке коллектива в Москву смотрите специальный репортаж после информационного выпуска. 9 ноября в спортивном комплексе «Дельфин» прошли соревнования по плаванию спортивной школы города Ахи «Плавательное многоболье». В них приняло участие более сотни воспитанников. Программа соревнований предусматривалась проплывание двух дистанций избранным способом плавания в шести возрастных группах. Чемпионами соревнований в своих возрастных группах стали Иван Рыбаков, Елизавета Кучеренко, Игорь Мельник, Мария Мельник, Дмитрий Привалов, Ольга Гонтарь. Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами спортивной школы города Ахи. Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok